О событиях этого дня в экономике спросим у нашего обозревателя Сергея Вулика. Рассчитаться на кассе можно будет мобильным телефоном. Нацбанк сегодня пообещал, что запустит сервисы в самое ближайшее время. Расскажу подробности. Итак, Нацбанк ускорит цифровую трансформацию банковского обслуживания и платежной системы. Такое заявление прозвучало по итогам совещания с представителями всех комбанков Беларуси. В частности, заявляется, что Нацбанк заинтересован в скорейшем внедрении и широком применении на белорусском рынке мобильных платежных систем. В ближайшее время планируется запуск ведущих мировых сервисов Samsung Pay, Apple и Android Pay. То есть рассчитаться за покупки можно будет при помощи мобильного телефона. Минэкономразвитие России заявляет, что до конца года подготовят решение об отмене трудовых книжек. Заявляется, что трудовая – это пережиток советского прошлого, а для зачета пенсионного стажа и прочих аспектов достаточно записей в электронной базе данных. Но в Минэкономразвитии признают, что слишком силен общественный стереотип, что трудовая – это главный атрибут работающего гражданина. Поэтому вокруг отмены зарождается уже заочная дискуссия. 53% нанимателей против отмены трудовой книжки. Это в первую очередь связано с тем, что очень сложно определить трудовой путь по резюме, либо по трудовым договорам, которые были заключены. А также очень сложно понимать причину увольнения сотрудника с того или иного места работы. Незначительные колебания на рынке недвижимости в Беларуси отмечают эксперты. За неделю минимально подросли цены на квадраты столицы, а также в Витебске, Бресте и Гомеле. В Могилеве и Гродно стоимость жилья напротив просела, но также незначительно. 705 долларов стоит квадратный метр в Бресте, и это самый дорогой город среди областных центров. Далее Гродно 670 за квадрат, следом Могилев 582, Гомель стремится к 570 долларам за квадратный метр в Витебске 556. Да, еще в прошлом году это был достаточно популярный тренд, когда жители регионов приобретали недвижимость в столице. В этом году я бы не сказал, что эта тенденция сохранилась, видимо, из-за того, что все-таки в регионах цены упали достаточно сильно. Текстильный магнат Амансио Артега владелец торговых марок Зара, Биржка, Страдивариус обогнал основателя Майкрософт Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей мира по версии Форбс. Состояние Артеги оценивается в 85 миллиардов долларов, что на 200 миллионов больше, чем у Гейтса. Ранее Артега уже был в рейтинге бокачей в октябре 2015 года, но продержался не более суток. Такая же ситуация повторилась и в сентябре 2016 года. Евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня подешевел, доллар и российский подорожали. На завтра установлены следующие официальные курсы валют. Доллар 1.93.53, евро стал дешевле 2.29.94 и официальный курс российского 3.30.56 за 100 российских. У меня все. Спасибо. Это был обзор экономических событий дня от Сергея Вулика. Редактор субтитров А.Семкин